приветствуюсь дорогие друзья вы на канале первый караван и сегодня мы продолжаем говорить про бренд truma в прошлый раз обсудили отопители а теперь поговорим про другие продукты компании сам обзор поехали в 1969 году фирма truma выходит на рынок с доматик редуктором давления напоминаю что регулятор давления это регулирующий клапан который снижает входное давление до необходимого давления на выходе это нормально открытый клапан который устанавливается перед чувствительным давлению оборудованием доматик позволил подключаться сразу в двум баллонам и записываться непосредственно от каждого из них он произвел революцию на рынке это был первый такой девайс и выглядел он вот таким образом это более современная модель называется долл control и имеет в себе краш сенсор так как трума были первыми на этом рынке они заняли достойное место и сегодняшний редукторы выглядят не только функционально но и очень стильно и современно вот прям как это конечно помимо самих редукторов компания делает и аксессуары для них например как вот эти шланги это самый обычный шланг для подачи газа а этот шланг имеет клапан сброса давления помимо шлангов они делают конечно же фильтры и комплектующие для них и к сожалению нас просто наличие нет ну и помимо аксессуаров ко всему своему оборудованию имеются запчасти например как этот пьезо поджиг это от модели 3002 которая кстати говоря на сегодняшний день не выпускаются а запчасти все еще есть для нее в 1988 году филипп крайс покидает бизнес и передает свое дело дочери под управлением которой в девяносто четвертом году выходит трума c или как она называется трума комби это отопитель который совмещает себе не только отопление но и бойлер все в одном устройстве панель управления выйдет выглядит на сегодняшний день вот таким вот образом активно ставится в автодомах после 2010-х годов особенно в английских и здесь вы можете выбрать как температуру отопления так и температуру нагрева воды в данном случае это несколько режимов конечно же это электрическая модель и вы можете выбрать источник питания микс электричество просто газ ну и конечно отдельно вентилятор или как в этом случае здесь счет подключен кондиционер и непосредственно сам блок трума комби выглядит вот таким образом он стал конечно же компактнее потому что теперь в этой модели объединены и отопитель и бойлер а по месту примерно занимает как бойлер который работает и от газа от электричества то есть это как минимум облегчает вес каравана и экономит место потому что помимо отопителя можно уместить сюда еще дополнительное оборудование такое как насос или блок от мувера и 1999 году трума выходит на рынок кондиционеров для караванов и автодомов хоть здесь они и не были первыми но тем не менее заняли большую долю рынок например трума авента комфорт стала одной из популярнейших моделей это кондиционер накрышного типа который повсеместно устанавливается и в караванах и в автодомах ну и вот в таком формате к нам приходят новые кондиционеры от фирмы трума давайте сделаем небольшую распаковку и посмотрим что же идет в комплекте коробки разделены на две части и вот здесь у нас с вами внутренняя крышка это у нас внутренняя часть от кондиционера как вы видите здесь у нас регуляторы дефлекторов можно открыть и закрыть полностью их но и существуют они всего в двух цветах в сером и в бежевом мы обычно берем как раз таки серый ну давайте теперь вскроем основную тушку коробка не маленькая весит вниз не ошибаюсь около 37 килограмм и здесь у нас в комплекте непосредственно образец для установки с размерами чтобы вы понимали какое отверстие какой люк вам необходим сам на крышный блок с инструкцией по установку и подключению к остальным девайсами здесь у нас как раз таки инструкция по управлению трума и netbox под блоком у нас очевидно находятся комплектующий для установки это я так понимаю пульт для управления достаточно даже батарейки в комплект положили ну и в целом все то же самое как и у всех конь боксов подставочка для пульта непосредственно сам пульт для управления это у нас места для монтажа и идут у нас здесь предохранители и кабель ethernet для подключения что касается водоснабжения то и здесь компания заняла свою долю на рынке начиная от бойлеров заканчивая интерфейсами для подключения и розетками для них но давайте разберем все по порядку бойлер трума т2 электрический бойлер который ставится в европейские караваны вот уже более двадцати лет это бойлер проточного типа который имеет очень компактные размеры что опять же положительно влияет и на вес и на пространство хранения но самая главная его особенность который возможно многие не знали помимо электро нагрева который находится внутри электротен есть еще обогрев теплым воздухом в совокупности с печкой трума мотик то есть с обычной трумой теплый воздух у нас проходит через гофры ловру которую можно пропустить сквозь этот бойлер вот с двух сторон конечно до 70 градусов такая система не нагреет больно но как минимум до комнатной температуры спокойно можно довести ну и конечно самым большим плюсом такого производителя является то что все это у нас взаимозаменяемые болером у нас идут вот такие вот ремкомплекты по сути говоря это корпус в случае поломки он легко меняется и конечно же этот гораздо приемлеме по стоимости что касается чистой воды то тут трума конкурирует активно с брендом вейл изготавливаются розетки для подключения водоснабжения знакома тем у кого английский караван и конечно же к ним идут вилки специальные шланги для закачки воды данный формат подключения вы можете встретить таких брендов как свифт и лунар они ставят исключительно бренд трубу помимо самих интерфейсов имеются дополнительные аксессуары к ним во первых существуют форматы с фильтрами и фильтры тоже продаются отдельно ну и конечно есть такое вот подключение городской воды также идет с редуктором понижающим давление этот девайс подойдет тем кто стоит возле инфраструктуры в кемпингах или в частных домах и имеет постоянное водоснабжение и вот мы вам постарались рассказать краткую историю одного из самых популярных и успешных брендов на рынке караванинга который делает абсолютно все для автодомов и с которым вы явно сталкивались надеюсь это видео было полезным интересным но вы подписывайтесь на наш канал дорогие друзья всего доброго путешествуйте